Страны Калос и Джото производят только два товара – амулеты и ягоды. В таблице указан объем продукции, производимой в каждой стране за день. Это значит, что если в стране Калос все усилия направят на производство амулетов, то за день они смогут сделать 10 амулетов. В случае же, если все будут производить только ягоды, то у них получится 20 ягод в день. Теперь посмотрим на страну Джото. Если все жители будут изготавливать только амулеты, то всего получится 25 амулетов в день. А если только ягоды, то 75 ягод. При условии одинаковых затрат труда и капитала в обеих странах. У какой страны абсолютное преимущество при производстве амулетов? Нажмите паузу и попробуйте подумать. Итак, абсолютное преимущество будет за той страной, где рабочие будут работать эффективнее. Давайте посмотрим, какая страна при одинаковых затратах труда и капитала сделает больше амулетов. Из таблицы очевидно, что жители страны Джото. Запишем ответ. Джото, потому что ее жители производят больше амулетов за один день при тех же затратах. Значит, они эффективнее работают и за ними абсолютное преимущество. И тут интересный момент. Интуиция подсказывает, что тот, за кем абсолютное преимущество, и должен заниматься производством амулетов. Но этим и интересна теория сравнительного преимущества. Тем, что это не всегда так. И, как я подозреваю, эта задача ведет к тому же. Итак, следующий вопрос. Посчитайте альтернативную стоимость амулетов в Калосе. Если в Калосе решат изготовить 10 амулетов, им придется отказаться от 20 ягод. Запишем. Альтернативная стоимость составит 20 ягод за 10 амулетов. Это равняется двум ягодам за амулет. Это в стране Калос. Мы посчитали альтернативную стоимость или альтернативные издержки. Две ягоды за амулет. Теперь давайте посчитаем альтернативную стоимость амулетов в Джото. Чтобы сделать 25 амулетов, им придется отказаться от 75 ягод. 75 разделить на 25 – это 3 ягоды за амулет. Чтобы узнать альтернативную стоимость ягод, достаточно взять обратное значение. В Калосе альтернативная стоимость будет равняться половине амулета за ягоду. А в Джото альтернативная стоимость ягоды – 1 треть амулета за ягоду. Если они решат изготовить 75 ягод, им придется отказаться от 25 амулетов. То есть у нас получается 1 треть амулета за ягоду. Это я уже лишние действия проделал. Но они нам пригодятся. Потому что в следующем вопросе нас как раз и спрашивают. У кого сравнительное преимущество при производстве ягод? И почему? Сравнительное преимущество у того, у кого меньше альтернативные сдержки. И в таблице мы видим, что в Джото альтернативные сдержки или альтернативная стоимость ягод ниже. 1 треть меньше, чем 1 вторая. Запишем. В Джото альтернативная стоимость ягоды равняется 1 треть амулета. Что меньше альтернативной стоимости ягоды в стране Калос? 1 вторая амулета за ягоду. Итак, сравнительное преимущество при производстве ягод у страны Джото. Итак, следующий вопрос. Если эти страны установят торговлю, какая страна какой товар должна производить? И почему? Каждая страна должна производить тот товар, в котором у нее сравнительное преимущество. В стране Калос меньше альтернативные сдержки производства амулетов. То есть у страны Калос сравнительное преимущество при производстве амулетов. И, как мы уже говорили, у страны Джото сравнительное преимущество в производстве ягод. А значит, страна Калос должна производить амулеты. И тут мы возвращаемся к теме, которую мы затронули в начале видеоролика. Несмотря на то, что у страны Джото абсолютное преимущество, причем при производстве обоих товаров. Несмотря на то, что жители Джото делают амулеты в несколько раз лучше и эффективнее, чем жители страны Калос, согласно теории сравнительных преимуществ, им все равно стоит сосредоточиться на производстве ягод. А амулеты пускай делают в Калос. Потому что в Калос альтернативные издержки на производство амулетов, выраженные в ягодах, ниже. Теперь перейдем к последнему вопросу. Какая цена на амулеты устроят жители обеих стран при торговле? И почему? Вы спросите, как тут узнать цену? Как ее выразить? В рублях, в долларах? Как нам найти справедливую цену? Так вот, очевидно, нас спрашивают цену в терминах альтернативных издержек. То есть нас спрашивают о цене амулета. Значит, мы ее можем выразить в ягодах. Давайте посмотрим альтернативную стоимость амулетов в обеих странах. В стране Калос альтернативная цена амулета – 2 ягоды за амулет. В стране Джотто альтернативная цена амулета – 3 ягоды за амулет. И вот сейчас мы поймем важность сравнительного преимущества. Мы говорили, что в стране Калос должны выпускать амулеты. И если они смогут продать амулеты в Джотто по цене выше своих альтернативных издержек, но ниже альтернативных издержек Джотто, то обе страны окажутся в плюсе. Поэтому можно взять, например, точную середину, но в принципе подойдет любая цена между этими двумя числами. Например, 2,5 ягоды за амулет. И обе страны в плюсе. По такой цене им выгодно торговать. Зачем это нужно стране Джотто, несмотря на абсолютное преимущество? Если они сами будут делать амулеты, внутри страны они будут стоить 3 ягоды за амулет. Но если они будут торговать соседней страной, они смогут покупать амулеты по цене 2,5 ягоды за амулет. Поэтому Джотто окажется в выигрыше. И еще один момент, на который стоит обратить внимание. Некоторые думают, что преимущество означает, что одной стране сделка выгоднее, чем другой. Но, как мы видим, в наших моделях сравнительное преимущество приносит пользу обеим странам. Обеим странам эта торговля выгодна. Спасибо, что подписываетесь на наш канал. Нам очень важно знать ваше мнение. Если у вас возникают вопросы касательно данного видеоролика, то не стесняйтесь задавать их в комментариях. Мы с удовольствием на них ответим. Продолжение следует...